Приветствую всех, дорогие наши друзья! В студии канала Давай Запишем, Александр. Сегодня у нас весьма занимательная и полезная тема, так что откладывайте все свои дела и слушайте внимательно. Итак, наш слуховой аппарат. Опасные факторы, последствия и меры предосторожности. Начинаем! Мало кто из нас задумывается, друзья, о том, что, занимаясь музыкой, мы с вами, как никто другой, находимся в самой что ни на есть зоне риска приобретения профессиональной и, к сожалению, неизлечимой болезни нейросенсорной тугоухости. Это не иначе, как потеря слуха, вызванная поражением нашего с вами звуковоспринимающего аппарата. Различается несколько степеней тугоухости. Давайте их узнаем и попытаемся хоть немножко испугаться. Итак, она может быть лёгкой. Это когда порог слышимости звука частотой в 500-4000 герц выше нормы на 50 децибел. Или в натуре это восприятие разговорной речи с расстояния 4-6 метров. Средний это плюс 60 децибел и возможность услышать собеседника на расстоянии от 1 метра до 4 и не более. И тяжёлый. Это порядка 70 децибел выше обычного звучания голоса и присутствие источника звука на отдалении от 25 сантиметров до всего одного метра. Ну и совсем страшная история, когда разговорная речь может быть услышана только при усилении от 70 до 90 децибел. Это глубокая тугоухость и свыше 90 децибел глухота, товарищи. Что ж, тема действительно из разряда не очень весёлых, но говорить об этом нужно, чтобы каким-то образом пытаться избежать тяжёлых последствий, которые так или иначе, рано или поздно, могут поставить большой вопрос в нашей с вами профпригодности. Интересно и то, что шансы поймать подобное заболевание зависят от индивидуальных особенностей организма. И что ещё интереснее, это никак не диагностируется с целью выявления ранних стадий. А это говорит о том, что если мы сами не научимся защищать свои драгоценные уши, то за нас этого не сделает никто. А ещё очень интересный факт, это то, что практически до конца двадцатого века проблемы со слухом обычно начинали появляться у возрастной категории 50+. Чего не скажешь сегодня. Специалисты утверждают, что тугоухость нынче заметно молодеет, и основной причиной здесь является так называемый досуговый шум. Это звуки в метро, автомобильные пробки, строительный и производственный шум, мощные акустические системы на концертах и дискотеках, наушники, наконец. Вы обратите внимание, и стар, и млад, в транспорте, пешком, на велосипеде, на беговой дорожке, с метлой в руках, ну поголовно, все что-то там слушают. Причём иногда слушают так, что, находясь метрах в трёх от этих меломанов, мы тоже слышим, от чего они там кайфуют. И это несмотря на то, что у них наушники в виде затычек, да плюс тоже метро, к примеру, едет со скоростью 90 дБ в ухо. Ну просто ужасно. Ужасно то, что, получая кайф, таким образом человек наносит страшный и непоправимый вред своему здоровью. Итак, любителям длительного прослушивания музыки на экстремальной громкости надо знать, что они находятся в зоне риска ослабления и необратимой потери слуха. Для тех, кто имеет сильную зависимость от громкой музыки или плевать хотел на все эти страхи, давайте дадим рекомендацию хотя бы как-то попытаться себя поберечь. Посмотрите на этот рисунок, где очень чётко видно, сколько времени и на какой громкости вы сможете давать безопасную нагрузку на свои уши. И, кстати, если давать себе ещё немного отдохнуть, то время прослушивания можно увеличить для тех, кому это очень надо. И заметьте, всего плюс 5 дБ, и время резко сокращается в два раза. Насколько болезненно реагирует наш аппарат на такое воздействие. И, кстати, уровни свыше 130 дБ вообще категорически запрещены даже для кратковременного прослушивания, поскольку за ними находятся необратимые вещи от полной потери слуха до исхода, увы, летального. Вот совсем не смешно. И вообще, нужно очень чётко себе представлять, как выглядит картинка от нашего естественного порога слышимости до болевого. И знать, где и как правильно реагировать на какие-то отклонения от норм. И, естественно, пытаться избежать их воздействия. Сейчас давайте попробуем ещё раз вернуться к самым популярным случаям насилия над собственными ушами и поговорим о мерах предосторожности. Итак, музыка в наушниках у нас на первом месте. Чтобы избежать проблем, нужно при уровне громкости не выше 90 дБ каждый час давать себе отдохнуть минут на 10-15. Если этого не делать, то ждите, что ваше ухо будет адаптироваться к громкости, ему будет становиться мало и придётся потихоньку добавлять. То есть, слушая на громкости 90-100 дБ, через час наш слух снижается на 5-10 дБ и на отдельных частотах даже до 30. Если громкость держать на уровне 95-115 дБ и не снимать наушники более четырёх часов в день, то врачи со всей ответственностью обещают значительное ухудшение слуха уже годам, ну эдак к 30. Давайте будем об этом помнить и, во-первых, не игнорировать подобные предупреждения на наших устройствах, во-вторых, воздерживаться от прослушивания в шумной атмосфере, ну или хотя бы стараться контролировать громкость, и в-третьих, сокращать время прослушивания музыки в наушниках или не забывать делать паузы. Да, и как не сказать здесь о том, что надо просто категорически запретить себе слушать музыку вообще, переходя дорогу. Это, друзья мои, может быть очень небезопасно. Теперь отправляемся на дискотеку. 115-120 дБ это как пить дать. И если мы всего один раз в неделю на протяжении лет пяти получаем такой заряд, то вот совсем не сомневайтесь, что чувствительность слуха за это время сдвинется примерно на 20-25 дБ. И это уже непоправимо. Ну понятно, что не запретишь народу ходить на подобные тусы, но способ предохранить себя от проблем всё-таки есть. Беруши. Не смейтесь, это совершенно серьёзно, и более того, это никак не повлияет на получение удовольствия от музыки. Такие беруши имеют специальные фильтры, которые снижают уровень шума и обеспечивают стабильные характеристики изоляции на всех частотах. Одним словом, наш слух защищён, и музыку мы воспринимаем практически полностью чисто. Ну и здесь же очень хотелось бы пару слов не только о тех, кто приходит на дискач, а ещё о тех бедолагах, которые там работают. И не раз в неделю. Это наши дорогие товарищи диджеи. Боже мой, сколько есть примеров того, до какого состояния они себя доводят. Причём речь не только о слухе. Масса случаев, кстати, даже из числа моих близких друзей и знакомых, когда ребятки помимо шума и звона в ушах, имели гораздо более серьёзные последствия. Кто-то счастливый отпахал три подряд новогодних корпоратива, и потом три дня на одно ухо был практически глухим. У кого-то конкретно давал сбой в вестибулярный аппарат, кого-то тошнит несколько дней после активной работы накануне, кто-то реально садится на измену, боится перейти дорогу, не выходит из дому несколько дней. Друзья, масса примеров. А есть и такие, кто совмещал работу диджеем в клубе и звукорежиссёром в студии звукозаписи. Угадайте, чем дело закончилось? Правильно, через некоторое время из студии попросили. И не из-за того, что чувак, например, забухал. Профнепригодность. И это самый малый страх. Ну и немного поговорим о музыке на концертах и в студиях. Музыканты, звукорежиссёры, да и весь концертный персонал, который имеет плотный рабочий график, рано или поздно приобретают, к сожалению, эту профессиональную болезнь. Если зрители получают кратковременную травму от громкого звука, и потом аппарат как бы восстанавливается, то в случае с нашими братьями всё гораздо сложнее. Постоянное насилие приводит к необратимым процессам. Слышать звук на нормальной громкости они со временем уже не могут. То же творится и в студиях. В некоторых можно заметить, как звукорежиссёр работает чуть ли не на экстремальной громкости, что говорит о том, что уже хана его драгоценным ушам. И это, как я уже говорил, ничем и никак не лечится. В итоге человеку полтинник, а ему уже нужен слуховой аппарат, чтобы просто полноценно жить. Ну разве это дело? Ну а что касается нашей с вами домашней работы, друзья, то в принципе всё то же самое и никаких исключений. Чаще отдыхаем, помня, что свыше четырёх часов в наушниках это уже не сведение, и не задираем громкость, ну или кратковременно, если того требует какая-то финальная работа над треком. И, кстати, нас тут посетила грандиозная мысль, связанная с использованием пресловутых высокоомных наушников. А не забота ли это производители как раз таки о нашем с вами здоровье? А мы, вопреки этим заботам, пишем письма в Китай с просьбой продать нам страшные усилители для наших головных телефонов. А те и рады стараться, хоть двух, хоть пяти ваттные они вам с большим удовольствием продадут. Вот и давайте попробуем задуматься, а вдруг это действительно так? А мы тут с вами годами спорим и никак ни к чему не придём. В итоге ещё и ещё раз призываем вас, друзья, послушайте нас, старых дядек, видавших виды и имеющих многолетний опыт, и берегите с молоду ваши ухи. Поверьте, сломаешь, не починишь. Всё на этом. Надеемся, что материал окажется полезным. Пишите нам, спрашивайте и ждите новых видео. Это канал Давай Запишем, до встречи! Проблемы со слухом обычно. И это несмотря на то, что у них с молодой. Берегите с молодой, потому что здесь же видео. Это канал Давай Запишем, до встречи!